Совсем недавно я купил способ дюпа монет на проекте Фантайм и меня грубо говоря обманули, но сегодня в данном видеоролике я попробую использовать данный способ дюп монет, покажу его вам и вместе с вами мы посмотрим сколько же монет мы сможем надюпать и сможем ли мы войти в топ богачей на сервере Фантайм. Ролик получился очень интересным, так что досматривая его от начала и до конца, заранее пожалуйста поставь лайк для продвижения данного видеоролика и подпишись на канал, ну и на колокольчик если тебе не трудно, ну а мы погнали к самому видеоролику. Ну а пока мы не начали становиться миллиардерами, хотел бы разыграть 1 герцога и 3 привилегии князь на проекте Фантайм, для того чтобы именно ты смог получить привилегию на халяву, тебе нужно подписаться на мой ютуб канал, поставить лайк данному видеоролику и в комментариях написать свой никнейм на проекте Фантайм. Но помни, не пытайся мухлевать, потому что все действия я проверяю, лайк, подписку проверяю, не мухлюю, выполняю все действия и получаю привилегию на халяву. Перед началом моего видеоролика хотел бы посоветовать тебе маркет от проекта StrixPine, ссылка будет в описании, здесь ты сможешь приобрести не только привилегии на проекте Фантайм по самым низким ценам, но и еще аккаунты на проекте Фантайм по очень низким ценам. Герцог всего за 100 рублей, помимо этого здесь ты сможешь найти различные способы дюпа, способ дюп монет и много-много другое, переходи по ссылке в описании и приобретай, ссылка в описании. Совсем недавно я записывал видеоролик по проекту Фантайм, где приобретал различные способы дюпа монет и проверял их, немногие поняли как работает предыдущий способ дюпа монет, хотя на самом деле это немножечко обман, но все равно он как-никак работает. И немногие уж начали его проверять, потому что он показался очень сомнительным. Сегодня специально для вас с предыдущего видеоролика я вам покажу как работает этот способ и также мы посмотрим вместе с вами сколько нам удастся заработать за некое количество времени. Удастся ли нам войти в топ, сегодня вы это и узнаете, как и узнаю я, так что заранее поставьте лайк, сегодня вам показываю способ дюпа монет на проекте Фантайм, еще и проверяю его. Так что ставь лайк, подписывайся на канал, ну а мы зашли уже на сервер и выбираем режим. Я зарегистрировал специально новый аккаунт, чтобы продемонстрировать способ дюпа. Кстати, если что, на StrixMine можно купить реально рабочий способ дюпа монет. Сейчас я вас введу вкратце в курс дела, потому что немногие смотрели предыдущий видеоролик, как же дюпать монеты. Выбираем сервер, допустим, Анархию, Команда 1, где побольше онлайн, допустим, выберем вот этот сервер. Самое плохое, что сейчас утро и играет очень мало людей, из-за этого способ может не получиться. Для этого нам необходимо бежать направо, вот по такому маршруту. Наш способ дюпа уже немножечко начинает работать. Смотрите, прямо сейчас у меня на балансе 10 тысяч монет. И многие говорили, что вот этот вот камень можно продавать на аукционе за тысячу монет. То есть, по факту, мы ничего не делаем, это можно автоматизировать с помощью специального мода, который, конечно же, запрещен на сервере. Я не знаю, получится он мне сейчас дюпнуть, так сказать, монеты или нет. По сути, мы ничего не делаем, мы просто подбираем камень и выставляем его на продажу. Конечно, у нас еще подлагивает сервер. Вот, смотрите, у нас приобретают камень, еще приобрели камень. И уже 12 тысяч у нас, получается, есть. То есть, мы ничего не делаем, вот таким вот образом. Там здесь, кстати, здесь есть скупщик ресурсов, но он у нас покупает определенные ресурсы. Вот, давайте, допустим, возьмем еще камень. То есть, нам нужно бегать, заходить вот в эти штуки, у нас уже 13 тысяч, и брать здесь камень. Таким вот образом, многим нужен этот камень для строительства, и они тратят по тысяче монет. Мы же просто стоим, это все можно автоматизировать с помощью специального мода. Кстати, если кому нужен мод на автоматическую продажу, так, освободите хранилище или уберите предмет с продажи. Это зависит от онлайна, сразу скажу. То есть, мы сейчас только что заработали 3 тысячи, просто зайдя на сервер. Еще и сервер подлагивает, пингует, но посмотрим, сколько же нам удастся заработать за час моего времени. Ну, или, допустим, если мы заработаем 50 тысяч за очень короткий срок, то я вам без проблем это покажу. Но, на самом деле, это зависит от онлайна, и в такой онлайн записывать этот ролик очень тяжело. Так что, ну, лайком-то меня смотивируйте, пожалуйста. Пока что все заполнено моим камнем, и, к сожалению, к сожалению, нам иногда будет нужно убирать этот камень и выставлять заново. Так как постоянно, постоянно люди выставляют, и сейчас попробуем еще продать камень. Пока у нас 13 тысяч, 3 тысячи только заработали. На самом деле, когда пик онлайна, это все растет, мы можем еще писать, что вот камень на аукционе, тысяча для него это очень много, но все равно, как вы видите, люди приобретают. И сейчас я бы хотел запастись, во-первых, камнем, и таким образом получать себе монеты. Но, честно скажу, пока что покупки идут очень слабо, очень плохо. И пока что я не вижу прям как такового результата. Но будем ждать, будем торговать. И если наберется здесь более 100 лайков, то я вам выложу в описании, скорее всего, бота, который автоматически за вас продает этот камень. Автоматически его лутает с приемника. То есть, как он работает, вы просто подходите... О, у нас еще купили камень. Подходите вот сюда, и он у вас, именно камень, по названию лутает, выставляет на продажу. И когда нужно, он у вас его с хранилища снимает. Ну, а мы выставляем еще камень, и переходим просто ждать. Попробуем продать весь инвентарь камня. Я бы хотел показать вам вот что. Смотрите, камень на торговой площадке за 300 долларов. Но при этом у меня баланс уже 28 тысяч. И я продолжаю делать вот такой вот легкий способ заработка просто производить. На самом деле, это очень легко. И в какие-нибудь выходные можно заработать приличную сумму, если еще и пользоваться ботом. Иногда очень много людей скупает этот камень. Вот у меня совсем недавно, я подряд выставлял. У меня 10 стаков вроде скупили. Или, да, где-то 10 стаков. Это очень много. То есть, человек потратил 10 тысяч, а я просто ничего не делаю, а получил эти 10 тысяч. И таким образом, неплохо можно реально нафармить камень. Точнее, деньги, ну и камень. Но вот такие вот конкуренты на самом деле смущают, которые по 300 баксов выставляют. Вот у меня все равно за 1000 покупают. Дружище, ну зачем ты за 300 выставляешь? Выставляйте за 1000. Все равно покупают, все равно купят. Я считаю, что наш эксперимент полностью оправдал себя. Просто представьте, вы обычный игрок, который зашли на проект Фантайм поиграть. И не хотите сюда донатить. Вы просто пришли на шахту, добыли себе вот этот вот камень. И 100 тысяч меньше, чем за час. Вот просто, я считаю, для новичка это самое то, который в китстарте. Максимально голодный. Давайте его выкинем и попробуем приодеться на аукционе. Вот, возьмем себе изумрудный вот такой меч. Хотя он, по сути, алмазный. Но все равно вот такая вот у него острота. Денег у нас достаточно теперь на начальное развитие. 100 тысяч, это реально круто. На этом все, с вами был я, Дмитрий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Пока-пока, друзья.